Приветствую вас, дорогие мои друзья! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас тема для гадания, взятая из ваших вопросов. Вопросов, которые мне вы задали в сообществе. Итак, сегодня сделаем расклад на вопрос. Появится ли у меня своё жильё? Мы не будем рассматривать особо, каким методом купите вы это жильё, или оно у вас появится за счёт замужества, то есть за счёт какого-то брака, или ещё каких-то вариантов. А вот сам факт, что появится ли у вас жильё, где вы будете чувствовать, что оно ваше. И официально, документально оно также будет зафиксировано вашей собственностью. Итак, будет у нас четыре варианта. Выбирайте, какой вам по душе, какой вам интуиция подсказывает. Ну, а я, пожалуй, начну, друзья мои. Кто выбрал первый вариант? Появится ли у вас своё жильё? Десятка мечей. Да, своё жильё, конечно, вы хотите. Там, где сейчас вы живёте, вам не очень комфортно. И похоже, что события, происходящие в этом жилье, нанесли вам большую рану. Многое пришлось перетерпеть. Много боли, много разочарований, много конфликтов. Да, тут даже, знаете, по десятке мечей такое ощущение, что вы на последнем таком дыхании, что ли, ещё чуть-чуть, и, как говорится, ниточка порвётся. Терпение ваше может закончиться. То есть всё. Да. Ну, не сладко, не сладко, конечно. И одна надежда, что скоро это закончится. И надежда у вас только на своё жильё. Да. Ну что ж, давайте посмотрим, появится ли у вас это жильё. Угу. Ну, король Пентакли, конечно, он говорит, да, жильё появится. Вот. У кого-то оно появится за счёт брака. Причём состоятельного брака. Брак, когда у вашего партнёра или партнёрши есть уже своя квартира там или дом, и в результате официального брака вы будете также являться совладельцем этого жилья. Так же, может быть, конечно, король Пентакли показывать какие-то наследственные дела. То есть за счёт наследства вам может перейти недвижимость. Всё-таки король Пентакли, он говорит о больших деньгах, о больших ресурсах. Поэтому для кого-то, возможно, вариант проиграется за счёт ваших больших зарабатываний, скажем так. Может быть, даже... Конечно, тут речь идёт вряд ли об одной зарплате. Здесь речь, скорее всего, идёт о бизнесе. Об успешном бизнесе. Может, под покровительством какого-то богатого партнёра. Вполне возможно. Ну, вот именно о бизнесе, который приносит очень хорошие доходы и может позволить вам купить это жильё самой или самому. Без вариантов, как говорится тут. Но, тем не менее, шанс есть, дорогие мои. Кто выбрал этот вариант, я вам скажу, что шанс есть, что да, действительно, у вас появится это жильё. Вот, появится. Да, появится. Ну что ж, прекрасно, прекрасно, если это так. И я желаю вам удачи, чтобы действительно ваша мечта или ваши желания обязательно сбылись. Давайте второй вариант посмотрим. Кто загадал второй вариант? Появится ли у вас своё жильё? Либо за счёт каких-то наследственных дел, либо за счёт ваших доходов, либо за счёт брака. Сейчас посмотрим. Ну, девятка Пентакли, в принципе, она говорит, что жильё-то у вас уже есть какое-то. И, в общем-то, вам там не так уж и плохо, скажем так. Тут больше по девятке Пентакли прослеживается улучшение жилищных условий. Желание купить более комфортное, более красивое, более лучшее жильё. Вот как-то вот так вот. То есть здесь не прослеживается вот острая необходимость или отсутствие вообще какого-то жилья. Всё-таки девятка Пентакли, она больше говорит о довольстве таком, тем, что у вас есть. А вот то, что хочется лучше, это да, просторнее. Может быть, даже, знаете, для зарабатывания денег вполне возможно. Как вложение. Может, вы хотите купить это жильё для того, чтобы сдавать его и, так сказать, чтобы у вас шёл дополнительный доход. Вот как-то так. Сейчас посмотрим. Сможете ли вы реализовать-то такую идею свою? Ну, в принципе, да. Карта МАК, я вам скажу. Препятствий нет. Всё в ваших руках. Всё абсолютно в ваших руках. И вы справитесь с этой задачей однозначно. Вот однозначно. Тут даже и комментарии не нужны. Как говорится, не одним способом, так другим способом. Ну, всё правильно. Здесь всё-таки уже наблюдается ресурсность какая-то. То есть, наличие какого-то жилья, какой-то недвижимости. Даже продав её, допустим, и доложив ещё какие-то деньги, вы можете даже таким способом купить. Ну, карта МАК даёт стопроцентный шанс, что да, сможете вы иметь ещё либо дополнительное жильё, либо жильё на своей единовластной личной собственности. Вот как-то так. Ладно, давайте третий вариант. Кто выбрал третий вариант? Сможете ли вы приобрести своё жильё? Появится ли у вас своё жильё? Да, необходимость в этом вопросе у вас, в общем-то, довольно острая. Вы даже, знаете, вы даже готовы покинуть эти края. Вы готовы уехать из города. Вы готовы, может, даже уехать из этой страны. То есть, понимаете, распрощаться всем, бросить, и вот только чтобы реализовать свою мечту, своё жильё. И не важно, как говорится, за горами, за долами, за долинами, где это будет жильё. Но вам хочется. Хочется его приобрести. Вот знаете, если посмотреть на картинку, да, человек уходит с территории, где, в общем-то, растут цветы, казалось бы, да, всё освоено, всё налажено, быт налажен, да. Но, тем не менее, человеку почему-то хочется, хочется уйти. Ну, скорее всего, тут просматривается, может, даже, знаете, приобретение жилья с необходимостью поменять территорию проживания. Вот так вот даже. Уж по какой причине, это другой вопрос. Ну, вот именно территориально сменить. Ну, давайте посмотрим. Сможете ли вы реализовать эту задачу? Да. Шестёрка Пентакли. Да, у вас может получиться. Причём, знаете, скорее всего, с помощью кого-то. Либо с помощью случая какого-то. Везения какого-то. То есть, могут сложиться так обстоятельства, что вот, ну, повезёт несказанно. Вот так окажетесь в нужном месте в нужный час. Даже так. Ну, ответ – да, в любом случае. Ответ – да. Жильё у вас своё появится. Так что будьте внимательны. Будьте внимательны к своему окружению, к возможностям. Рассматривайте разные варианты. И вполне возможно, что удача вам улыбнётся. Но вообще, ответ – да. Ответ – да. Так, четвёртый вариант, друзья мои. Кто выбрал четвёртый? Появится ли у вас своё жильё? Как-то звезда. Надежды у вас большие. Знаете, тут, конечно, можно говорить о мечте, что вы мечтаете иметь своё жильё. Но вполне возможно, что эти мечты, они не беспочвенные. То есть они всё-таки чем-то подпитываются. Да. Подпитываются чем-то. Возможно, что у вас уже появились ресурсы. Или могут в ближайшее время появиться ресурсы, на которые вы приобретёте это жильё. Или кто-то вам поможет. Или благодаря смене города, страны, работы или бизнеса смены вы рассчитываете, что вы сможете тогда заиметь своё жильё. Итак, ну вот, если вы загадаете определённый какой-то срок, да, вот четвёрка мечей, она всё-таки говорит о неких ограничениях. Но ограничения могут быть, конечно, разные. Может быть, вы не можете решить, что конкретно вы хотите, где конкретно вы хотите. То есть вот в загаданный период пока у вас всё останется на уровне надежд, на уровне цели, мечты. И потребуется какое-то время. То есть надо будет очень хорошо подумать, просчитать, выработать своего рода стратегию, что ли. Провести анализ, насколько вы можете рассчитывать на свои ресурсы, сможете ли их увеличить. Или каким-то другим способом можете получить это своё жильё. Да, пока, конечно, карты не говорят о том, что вот в загаданный период вы сможете это жильё приобрести. Потребуется ещё какое-то время. Да, потребуется ещё какое-то время. Но готовность у вас, можно сказать, желание, вернее. Не готовность, а желание у вас стопроцентное. Осталось вот приложить усилия, приложить даже, знаете, сколько... Не как усилия, а вот именно приложить свои, что ли, умственные способности, чтобы всё рассчитать, не сделать ошибку, не напортачить, понимаете. И тогда всё может получиться, да. Ну, сейчас ещё одну карту всё-таки. Ещё положим. Да, надо, 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 надо. Пока ответа нет, вот именно в загаданный период, конечно, пока у вас остановочка. Пока много неясных вопросов. Либо эти неясные вопросы, связанные с вами, либо с препятствиями со стороны, или с влиянием на вас определённых людей. Может, близких людей вам, может, ещё каких-то людей, от которых зависит ваша цель. Но пока нет. Вот пока в этот период нет. Вот такие ответы дали нам карты Таро. Мне остаётся пожелать вам, друзья мои, удачи. Пусть у вас все желания сбудутся. И пусть у вас появится именно то жильё, которое вы хотите. Будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале.